Приветствую вас, друзья, и мы продолжим играть в игру под названием My Summer Car. Обновление из экспериментальной ветки потихонечку перешло в стабильную, и на самом деле больше ничего и не добавили. Мы уже всё с вами посмотрели на всё, на все нововведения. По-моему, только разметку поменяли. Может быть, асфальт как-нибудь изменили. Такие, в общем, незначительные, совсем крошечные изменения. Добавили пару знаков, и, наверное, всё. Поэтому я даже снимать на самом деле не хотел. Хотел дождаться очередного обновления или какого-нибудь интересного плагина, но вы в комментариях постоянно пишите, где My Summer Car, и поэтому я решил всё же записать. Мы хотели давным-давно протестить один плагин, который показывает износ двигателя. Посмотрим, что у нас там с двигателем. Может, скоро тачка наша развалится. Ну и надо уже всё барахло отвезти домой, в конце концов, прикрутить крыло. О, я, кстати же, вроде решил один набор с инструментами держать в автомобиле, но почему-то я не могу его найти. Неужели я его выложил по своей тупости? Ну, судя по всему, так и есть. Или, может, он где-то под хламом? Нет. Я, видимо, выложил случайно и забыл про это. Так что все инструменты у нас дома прикрутить крыло мы не сможем. Давайте его переместим, наверное, куда-нибудь назад, чтобы не сидеть на нём. А то оно, видите, как скачет. Так, тихо, дёргается. Тихо-тихо-тихо-тихо! Аж машина начинает подниматься. Ну, блин, по-моему, это не лучшая моя идея. Только хуже сейчас будет. Ну-ка, вот так вот как-нибудь... Нет. Ладно-ладно, крыло, успокойся. Возвращаю тебя на переднее сидение. Так, давайте что-нибудь перекусим, наверное. А, нет, я есть не хочу. Я хочу спать. У нас тут есть, конечно, сафа, но даже не знаю, стоит ли отдыхать сейчас днём, а потом ночью просыпаться. Мы всё-таки на размиточку хотели посмотреть. Давайте, наверное, доедем так домой. Я же не помру сейчас прямо. У меня ещё минут 20 есть в запасе приблизительно. Так, давайте посмотрим на этот плагин. Нам нужно зажать клавишу Ctrl и нажать клавишу Z. Ё-моё! Друзья, вы только на это посмотрите. Это просто капсдец, конечно. Так, в первую очередь у нас полетит генератор, друзья. Я даже не уверен, что мы сможем до дома доехать. Ну, короче, надо делать капитальный ремонт, капиталочку. Потом полетят поршни. Да всё полетит на самом деле. У нас в нормальном состоянии практически ничего и нет. Жесть какая. Сколько у нас там денег? 751 доллар, друзья. Так что, похоже, ремонт придётся отложить по финансовому состоянию. Так, ладно, давайте не будем тогда убирать эту шкалу. Ну, кстати, на самом деле упрощают игру этот плагин. И можно даже его отчасти назвать читерным. Потому что если бы не эта менюшка, я бы продолжал, как ни в чём не бывало, катать на нашей тачке. И потом вдруг она бы заглохла, и мне пришлось бы разбирать весь двигатель, чтобы понять, что случилось. Так, ладно, ладно, хватит тут на помойке отдыхать. Давайте заводиться. Поедем, прокатимся по шоссе, посмотрим там на новую разметку. Ёб твою мать, блин, заорал. По-моему, форма у полицейских также изменилась. Может, полицию встретим. И также по шоссе теперь ограничение скорости. Если вы будете ехать больше, чем 80 километров в час... Блин, ну я теперь даже стартануть нормально не могу. Твою мать, заглушил только что зачем-то сейчас. Снова зарёт сейчас этот говнюк. Так, всё, стартуем. На дорогу сразу выезжаем, чтобы в кучу не вхерачиться. И поехали. Выезжать отсюда будем. Так вот, если вы будете больше давить, чем 80 километров в час... Так, давайте, что ли, вот здесь вот спустимся, то вы получите штраф. Так, вот сюда вот срежем немножко вторая передача. И погнали, друзья. Будем следить сейчас с вами за износом в реальном времени. Вот генератор 3.7. Давайте запомним эту цифру, это число. И сейчас выйдем на шоссе. Так, тихо, тормозим. Чуть не пропустил свой поворотик. Так, сейчас выйдем на шоссе, немножко покатаем и посмотрим, насколько изменятся показатели. Ну вот, уже меняется, смотрите, друзья, 3.6. Вот такие вот дела. Так что, да, всё возможно. Я, может, и не успею до дома доехать, на самом деле. Мне было бы вот сейчас надо повернуть, но, блин, хочется немножко покатать по шоссе, посмотреть, что изменилось. И, кстати, я так и не встретил новых пешеходов. Может, мы сейчас их встретим, хотя вряд ли они по шоссе гуляют. Так, вот уже виднеется новая разметочка. Да, жёлтая разметка вот такая вот. Ну и всё, это, по сути, все изменения в асфальте. Вот, смотрите, двойная сплошная, иногда пропадает жёлтая полоса. Вот такая вот разметочка. Всё, двойная сплошная закончилась. Полицейских нет, судя по всему, так что на форму мы с вами новую не посмотрим. Да и не очень-то и хотелось, на самом деле. Изменения вроде как минимальные. Так что, что у нас там по цифрам? 3.4 уже, друзья. Надо успеть до дома доехать, на самом деле. Так что будем мы разворачиваться потихонечку, наверное. Где-нибудь вот здесь вот. Так, никого там сзади нет? Забываю, что здесь работают зеркала. Так, потихонечку. Тихо. Отлично, разворачиваемся. Ё-моё, как вылетел-то. Бешеный сукин сын. Всё, и тем более я спать хочу. Да, надо уже поспешить домой. Разгрузиться. И будем, наверное, заниматься ремонтом. Или хотя бы начнём. Хотя бы начнём. Да уж, ну это я, конечно, на крупные бабки попал. Так что нам придётся в скором времени поработать. Я вот надеюсь, что я успею домой доехать. И генератор не сломается. Так, тихо, тихо, тихо. Ну и я не сломаюсь. Надеюсь, никуда не вылечу. А то поспешишь. Обычно людей насмешишь. А себя огорчишь. Так, ну срезать мы в любом случае будем. Поедем коротким путём. Но мне кажется, нормально. Смотрите, 3.1 сейчас вполне хватит. Мне кажется. Прочности для того, чтобы мы доехали домой. И там уже будем разбираться. У нас 750 баксов, конечно, ни на что не хватит. Но хотя бы начнём разбирать двигатель. И посмотрим на все эти детали, которые практически сломались. Практически сгнили. Посмотрим, как они на вид выглядят. А потом нужно будет копить какие-то суммы на замену. И покупать всё это дело у механика. Как всегда, собственно. На этот раз он нас не обманет. Потому что это пофиксили. Так что всё будет нормально, я надеюсь. Скоро мы проведём капитальный ремонт. И всё будет замечательно. Я, как всегда, утешаю себя. Новые звуки, кстати, добавили. Я слышу газонок-косилка или что-то вроде того. Так, тихо. Деревце. Да, в общем, вот такой вот плагин. Вот такой вот плагин. Очень полезный, конечно. Но достаточно тщительный, как я уже и сказал. Потому что очень хорошенько упрощает процесс. Что это? А, это бензопила, наверное. Кто-то там пилит дерево. Да, смотрите, как громко сейчас стало. Где-то там, типа в лесах, наверное. Блин, было бы круто, если бы персонажи пилили бы деревья. Какие-нибудь лесорубы действительно были бы. Да, вот свалилось дерево. Даже звук был характерный. Но это прикольно, что они добавляют новые звуки. Так, тихо, тихо. Нам главное не перевернуться здесь. И снова он пилит. Хотя, наверное, рано или поздно эти звуки будут доставать только. Так, все. Мы уже подъезжаем к дороге. Сейчас будем выезжать и доберемся, наконец, до дома. Я не знаю, сколько ждать мы будем нового обновления. Так, этот знак до сих пор можно проехать сквозь. Не знаю, сколько ждать нам теперь нового обновления. Потому что нестабильные, внестабильные ветки теперь ничего не добавляют временно. Мне теперь любопытно, добавили ли еще какие-нибудь звуки, помимо бензопилы. Так, все. Заезжаем, друзья. Нормально. Показатель у нас 2,4. Ничего не сломалось. Мы спокойненько доезжаем. Глушимся. Наверное, в гараж я тачку загонять не буду. Хотя, следовало бы. Но нет, не сегодня, друзья. Сейчас мы поспим. Проснемся, скорее всего, ночью. Так, крыло давайте вытащим. Но надо разгружаться, на самом деле. Блин, когда же добавят возможность взять хотя бы 3 предмета в руки? Или может быть ящик какой-нибудь большой, в который можно складывать кучу предметов и сразу вместе все переносить. Например, как в той же Ялопе. Было бы здорово. Так, давайте найдем инструменты, чтобы ночью потом не копаться в поисках. Куда я их делал, блин? Хоть один бы кейс. Так, здесь точно ничего нет. На столе нет. Значит, на улице я где-то раскидал. Может, в грузовик я засунул бы. Вряд ли, конечно. Так, вот один кейс. А второй кейс хер знает где. Не могу что-то я найти новенький второй кейс. Хер знает, куда я его задевал. Может, он действительно где-то в машине. Может, я его потерял даже. Не знаю, или положил куда-нибудь и благополучно об этом забыл. Как-то часто бывает. Так что, если кто-то... Если кто-то внимательно следит за моими действиями в этой игре и, может быть, запомнил, куда я в последний раз закидывал новенький кейс. Давайте, кстати, проверим. Я его точно купил. Может, это другое сохранение вообще? Ну-ка. Он точно... Да, он точно куплен, друзья. Но вот где он находится... Может, я дома его оставил? Холодильник там, не знаю, запихал. Нет, это на меня не похоже. Здесь тоже нет. Может, там оставил? Ну, я не знаю, друзья. Короче, главное, чтобы... Что мы хотя бы один кейс нашли. Это уже хорошо. Мы сможем разобрать двигатель. Смотрите, опять какой-то глюк с зеркалами. Моя сатсума. А на самом деле в отражении должен быть грузовик. Так, ну, в нем тоже ничего нет. Только немножко еды. Так, а на крыше... На крыше только пивчанский. Кстати, багажник, который находится на крыше, можно даже и не разгружать, на самом деле. Будем пивчанский с собой таскать. Так, теперь надо обратно как-то все разместить. Давайте тогда отдохнем немного. И ночью, судя по всему, будем разбирать двигатель. Хотя бы начнем. Давайте врубим свет, чтобы было видно. Потом будем снимать капот. Прикрутим, кстати, крыло. Да, ночью мы просыпаемся. В горле пересохло. Михалыч, естественно, звонит. Да пошел ты, Михалыч, я знаю твои намерения. Потом ты будешь загонять прокейс. Сначала попить. А потом попытаешься прикончить меня. Так что нет, не хочу я тебя возить больше. Так, выпиваем. Давайте посмотрим, насколько на улице светло. Ну, нормально, на самом деле. Подвинуть тачку бы неплохо было. К свету. Так, нихера не видно. Я вытянул руки, да. Отлично. А, кстати, я же совсем забываю про плагин. Так, тихо-тихо-тихо, тормози. Хорошо. Тютелька в тютельку, практически. Я же забываю про плагин ночного видения. Но он, кажется, не работает, друзья. Он почему-то перестал работать. Так же, как и плагин на полет. Ну, полет в прохождении мы, понятное дело, не используем. А вот ночное видение попросту перестало работать. Ну, ладно. Так, вроде как, более-менее видно. Давайте замки раскрывать. Убирать капот. И начинать разборку двигателя. Так, капот вот сюда вот. Ну, да. Надо было все-таки загнать тогда в гараж. Чтобы прям хорошо видно. Хотя, смотрите, нормально видно. Нормально. Я, наверное, практически весь двигатель буду разбирать. Давайте уберем аккумулятор, чтобы он не мешался. Вот сюда вот пока что его бросим. И начнем мы с крышки, наверное. Буду, в общем, полностью, наверное, разбирать. Потом съездим к механику и посмотрим, какие запчасти у него в продаже. Хотелось бы полностью починить двигатель. В такие моменты, конечно, не хватает системы из симулятора автомеханика 2018. Сейчас бы мы быстро справились. А так придется повременить. Так, здесь я открутил. Вот здесь вот не откручивал еще. Да, это займет, наверное, долгое время. Так что разбирать я буду, скорее всего, за кадром. Чтобы вас не мучить откручиванием болтов и гаек. Да, будем на этом, наверное, потихонечку заканчивать. К следующей серии я постараюсь разобрать весь двигатель. И потом уже поедем к механику прицениваться. А далее придется поработать. Немножко подзаработать деньжат. Пока что я только начал разбирать. Давайте примем душ. Благо у нас теперь есть плагин, который позволяет это осуществить. Так, ну-ка, давайте. Может, он перестал работать? Нет, отлично. Прохладненький душ. Как раз в такую погоду. И жрать аж захотелось. Ладно, друзья, будем на этом заканчивать. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok